Девушки отдыхают Продолжают награждать талантливых молодых ученых. Компания British Petroleum выбрала 20 лучших студентов-аспирантов. Знания во благо. В Казани завершилась Всероссийская Олимпиада энергетиков. КФО готовит настоящих специалистов по медицине. Этот выпуск мы начинаем с хорошей новости. Служба новостей «Универнью» заняла третье место на всероссийском конкурсе «Опен Медзи» как одна из лучших программ новостей. Всего было подано 1 300 заявок со всех уголков страны. И нам удалось выйти в тройку сильнейших. А теперь продолжаем наш выпуск. В КФО состоялось вручение дипломов стипендиантам и грантополучателям от компании British Petroleum. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В четверг 30 марта в Голубом зале КФО состоялось вручение дипломов стипендиатам и грантополучателям от компании British Petroleum. Надо сказать, что университет является одним из девяти, которые наша компания, компания BP, поддерживает в России. Программы у нас примерно одинаковые. Но мы рады, что нам уже на протяжении целого ряда лет удается отобрать два раза в год студентов, которые весьма, на наш взгляд, достойно становятся стипендиатами компании BP. Всего дипломы получили 10 магистрантов, 5 аспирантов и 5 коллективов, которые с самого утра прошли собеседование на участие в стипендиальной программе компании BP. Мой проект называется компактный модуль пространственной ориентации, основанный на современной цифровой электронике, в частности на МЭПС-технологии. У меня достаточно большой опыт в разработке скважинных приборов. Компания British Petroleum активно поддерживает талантливых молодых ученых, чьи научные исследования, несомненно, принесут плоды в ближайшем будущем. Диана Шилова, Леонард Авлитяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете поговорили об актуальных вопросах татарского мира. Как сохранить татарскую культуру, смотри в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете поговорили об актуальных вопросах татарского мира. Тема дискуссии – стратегия развития татар и сохранения татарской культуры. Обсудить будущее национального сообщества прибыли общественные деятели республики, татарские ученые, политики, писатели и журналисты. Одной из главных стала тема развития национального образования. Для привлечения к родному языку и культуре с раннего детства было предложено создание элитного татарского лицея. Сохранение языка, культуры – это всегда важно. Я думаю, на современном этапе, на этапе глобализации, сохранение народов, национальных языков является важным вопросом для всей страны. На проблему обратили внимание не только активные граждане Татарстана, но и других регионов России и стран ближнего зарубежья. Для них велась прямая трансляция мероприятия. Как отмечают организаторы, мероприятие станет регулярным. Следующая встреча пройдет 19 апреля. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюс. В этом году Казань приняла сильнейших молодых специалистов со всех уголков страны на Всероссийской Олимпиаде по энергетике. Какие вузы представляют неоспоримую надежду для будущего энергетики, узнаешь в сюжете Адели Шамиловой прямо сейчас. Вот и подошла к концу Всероссийская студенческая олимпиада по энергетике 2017, которая в этом году прошла в стенах Казанского государственного энергетического университета. Олимпиада собрала сильнейших студентов из ведущих технических вузов России. Ее результаты являются неоспоримым показателем квалификации участников в электроэнергетических дисциплинах. Итоги состоявшейся олимпиады были подведены 30 марта в стенах Казанского энергетического университета, а также состоялась торжественная церемония награждения. Итак, третье место заняла представительница Московского энергетического института. Ну а ратные стены Казанского государственного энергетического университета помогли завоевать студенту КГУ серебром. Эмоции только положительные. Хочу поблагодарить всех участников, кто приехал, руководителей и организаторов данного мероприятия. Ну, во-первых, мы очень долго тренировались, мы ходили на все кафедры, объясняли материалы по четырем предметам. Также готовились дома упорно, усиленно. Уверенную победу одержал студент Московского института атомной энергетики. Сергей Гармашук, несмотря на свой молодой возраст, уже полностью готов к нестандартным задачам и абсолютно уверен, кто свяжет свое будущее с энергетикой. И наверняка данная победа не станет единственной. У нас все это в универе. Задания похожи на универские семинары. Глава, в принципе, нормально. Радость, работа, конечно, колоссальная, проведена. Ну, мы ей очень сложно учиться. Остается только добавить, что Всероссийская студенческая олимпиада помогает выявить одаренную молодежь и сформировать кадровый потенциал для исследовательской и производственной деятельности, а также повысить интерес студентов к электроэнергетической подготовке как основе профессиональной деятельности. Каждый участник олимпиады не только получил почетные грамоты и памятные подарки, но и проверил свои способности к системному действию, анализу, проектированию своей деятельности, а также усовершенствовали навыки самостоятельной работы и развития творческого мышления. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ существует уже 4 года. Он отличается от обычного медицинского университета своей технической оснащенностью. В 2013 году в Казанском федеральном университете на базе биологического факультета был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Помимо теоретических знаний, студенты здесь получают практико-ориентированное образование. У КФУ свой собственный симуляционный центр, в котором можно отрабатывать абсолютно все медицинские навыки, начиная от лапароскопии и заканчивая навыками вождения кареты скорой помощи. До того, как подойти к больному, будущий врач отрабатывает все самые мелкие мануальные навыки на симуляторах. Они имеют свою отчетность. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю, чтобы продемонстрировать свои умения наглядно. Вот четыре таких специальных тренажера, то есть у них есть пульс, давление, дыхание, у них зрачки реагируют на свет и так далее. То есть они вот практически полностью, они даже разговаривать могут. И на них можно задавать какой-то, условно говоря, диагноз, какую-то болезнь моделировать, то есть преподаватель задает. И у него проявления этой болезни возникают. И, соответственно, студенты, они должны поставить диагноз и сделать какие-то манипуляции, назначения, и он реагирует. КФУ уникален тем, что практически единственный из УЗов России имеет свою клинику. Это не клиническая база, где располагаются кафедры. Клиника КФУ – это огромная больница на 840 коечных мест, расположенная рядом с кампусом Института фундаментальной медицины и биологии. Казанский университет использует свою программу подготовки врачей, созданную по международным стандартам. Ее уникальность в том, что каждый студент медицинского направления обязан выполнить не обычную, а научную курсовую работу. В отличие от других медицинских университетов, КФУ готовит не просто врачей, а врачи-исследователи и ученых. Научно-исследовательская работа проводится в рамках двух основных научных направлений – биомедицины и фармацевтика и молекулярно-генетические основы функционирования живых систем. КФУ готовит настоящих специалистов, и учиться здесь очень сложно. Поэтому средний балл для поступления на специальность лечебное дело составляет 88,33 балла и занимает лидирующее место в рейтинге вузов России. Мы понимаем, что в медицинском образовании качество – это очень важно, потому что наш выпускник, и это, в общем-то, то, ради чего мы здесь начинали медицинское образование, вернее, его возродили после 83-х лет перерыва, то, что мы должны быть уверены, что наш выпускник будет врач настоящий, врач, что называется, ответственный, знающий, квалифицированный, который при необходимости сможет оказать ту помощь, на которую рассчитывает больной, которую он должен оказать. То есть здесь качество решает все. Наши студенты учатся не для того, чтобы сдать сессию, а для того, чтобы в какой-то момент стать единственной преградой между больным и могилой. Помимо медиков, в УФМИБе учатся биологи и физики. Для них подготовлены специальные программы по биофизике и медицинской кибернетике. Таким образом, благодаря постоянным практическим занятиям в симуляционном центре, получить максимально качественное медицинское образование возможно именно в КФУ. Эльвина Хадимулина, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. Следи за нашими новостями. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok